Я начала, да, я не знаю, зашли мы, не зашли, еще не вижу, но я почти начала. Хохотает дядька, потому что там в телефоне смотрит, хохотает. Главное, этот перрон сегодня раньше пришел. Что-что? Это мы сегодня позже пришли, мы же с 8 начинаем, а сейчас полвосьмого, ой, 8.30. Он как раз на полтренировки нашей и приходит, чего ты? О, запустился наш прямой эфир уже. Всем доброе утро, ребятки, доброе-доброе-доброе утро. Дождем Андрея. Да, ждем Андрея обязательно сегодня, я надеюсь, он не уснул, а если уснул, то доброй ему ночи. Все отвлекаются на смех, дядька там хохотает, что-то. Что-то там, короче. Я сейчас тоже отдышусь, как расскажу, как люди соберутся, я как расскажу наши утречные, блин, подвиги. Тоже будем хохотать, блин. Пощоль, 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 пощоль. Стоять. Жопу заносит. Вот сейчас ровно. Здорово. Ребята, всем доброе утро. Всем доброго, бодрого утро. Зарабатываем ваши лайки. Демонстрируем, блин, подрощенную, подрощенную сволоту. Сволочь, хотя что-то не сложилось у меня. Короче, у меня такой стресс с утра, блин, с этим кабаном случился. Я отдышаться надо, в общем, я вам как расскажу, блин. Позорище, жалко я камеру, ну, у меня и так две руки были заняты. Еще я себя достала от телефона, то пипец, короче, был бы. Видите, видите, что, значит, на корм сегодня, не на мясо, поняли? Мясо нам не досталось, короче, точнее, мы не это. Ночью мы его прогуляли из-за, блин, позднего эфира. Утром, блин, они в 9 утра открываются, и все, короче. А на корм, видите, чуть-чуть интерес. Интерес не тот, понимаете, вот совсем не тот интерес. Ай, какие она классные звуки издает. Ай, надо будет потом эти все звуки записать, и обязательно мы сделаем еще свою песню, будет у нас песня. Ребят, всем доброго, бодрого утра, поднимаемся, думаем, блин, в классном дне у нас сегодня должно все сбыться. Сегодня среда такая необыкновенная, вы шо, давайте планируете, блин, срочно. Классные дела, и у вас все, короче, будет обойдеть. У вас все, короче, будет обойдеть, поняли? Ой, что-то я не с той стороны. Чтобы вам, чтобы вам были красиво видно все, чтобы вы все понимали, где мы тут, в общем, делаем, где наши бака, чтобы вы нам сказали, мало ли. А если, в общем, хорошо, то, я думаю, надеюсь на ваши лайки. Очень надеюсь, что мы их заслужим. Пообежали, 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 пообежали. Боже, Дашка нас не бережет. Люди, если я навернусь когда-то с этой блин-камерой, поднимайте меня семеро, потому что я тяжеленький. Спасибо, спасибо, кто лайкает, спасибо. Заслужили, заслужили чуточку. О, а не туточку, смотрю, там прямо сердечки лезут, лезут. Прямо так вот, посипки, посипки. Сири, 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 сири. Так, так, так. О, уже жопу начал от этого. Отпрыгивать жопу начал, наконец-то. А то, блядь, это переваливание с лапы на лапу я, конечно, не могу терпеть. Так. Дашка, остановись на секунду, солнце. Ага. Начали. Рекомендую тебе больше работать. Друг, она скоро сдохнет от этой работы. Окей, спасибо. Скажи, важно ваше мнение, благодарим. Это очень хорошо, чтобы сказать, потому что мы просто начали тренировать, и я вылучшаю его, как паспорт. Короче, он говорит, что побыстрее реакцию. Я и так его гоняю, что я не знаю. То, что ты молодец, это понятно, что это чуть-чуть. Его мы постепенно разгоняем. Ну, ничего, в общем, увидит он нас через месяц. Увидит он нас через месяц. Так, как научить собаку команды рядом? Как научить собаку команды рядом, Дашка? Мы берем собаку, берем еду, да, мотивацию. Да, мы подносим собаку, и сначала вопросы отмечали уровень, потому что мы кормим ее. Вот так вот, вождение за рукой. Поняли? Потом, когда осанавливаете, руку поднимаем, сейчас собаку съела. Починаем. Потом, когда уже в обочем времени будет, когда собаку уже одеждают, пользуем команду. Все, продолжая работать, я наговорю сейчас. Какая область? Это Одесса, Украина. Одесская область, да, наверное, мы Одесса. Короче, да, с самого начала надо вождение за рукой, чтобы ваша собака, естественно, на вашу руку была зациклена с ума сойти, потому что там же у вас в ладони корм, еда, мясо, не знаю. Понимаете? И когда это у вашей ладони, уже потом есть пульт управления. Потом немножко, да, вот отнимаем от носика, вы же видели, как Дашка делает. И так, 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 на увеличение, на увеличение. Ну, естественно, сначала движение, потом сверху накладываем саму команду, то есть, я имею в виду, потом начинаем рядом, да, и пощель, пощель, вот как мы сейчас. То есть, это уже... Сейчас Дашка выдержку делает. На солнце ему жарко, блин. Что, вроде вчера был дождь, а все равно с утра как-то... Так, привет. Сейчас, сейчас, ребята, полетели комментарии, они все теперь привет. Ох бы ему котов погонять, я... А тут команды, слушайте, как вы правы, как вы правы, Артем. Это ему, да, и там и драйв, там и скорость, там и, блин, сосредоточенность, и концентрация на этих котов. Там все, понимаете, там включаются все, блядь, его хорошие качества. Это точно. Надо, потому что на котов его начать тренировать, то у него драйв поднимется. Это точно. Мы совершенно правы. Або, может, не сделать команду, або кличешь и не подходят. Смотрите, для того, чтобы собака к вам подходила по вашей команде, как минимум вы должны быть ей интересны. Если она к вам не идет, значит, пару раз, когда она к вам подошла, закончилась игра, вы ее тут же взяли на поводок и начали тащить домой, или там сразу ругать. Для того, чтобы собака классно выполняла подзывы, ну, это надо, чтобы каждый раз, когда собака к вам подбегает, да, ну, реагирует на подзыв, или что-то она сожрала, или тут же вылетает мяч, то есть игра, если у вас добычная собака, да, или если у вас пустые руки, у вас ни игрушки, ни корма, вы должны там его пипец хвалить и так радоваться, и поняли? То есть вы должны покупать его, ну, скажем так, покупать внимание своего животного. Пока, ну, если это щенок, то, естественно, пока мы покупаем едой и игрой, отношением, любовью. Это все входит в привычку, и, естественно, потом, когда вы делаете подзыв, и собака с удовольствием к вам бежит. А обычно мы же зовем собаку, когда нам что-то не нравится, и когда собака даже в лучшем случае подходит, мы начинаем или ругать ее, или уже тащить на поводке с гордо поднятой головой, обиженные на них, понимаете? А собака думает, ну, если зовет, и сейчас, ну, получу пилюлей, ну, нахера оно мне, в общем, надо вот это. Поэтому вот это, ну, это не в собаке дело, это вас, это ваш, ваш бог, извините. Это так, на бытовом уровне, поняли? Так, мэн и добрая девчонка, вы хитрые. А, слушайте, они, блин, все такие хитрючие. Такие хитрючие эти собаки, блин. Шабаки-мабаки сегодня, блин, такой позор у меня случился. Сейчас побольше в 10 берем, я вам, блин, открою тайну, блин, позора сегодняшнего. Сегодня утрешнего. Я вот че, запыханная, еле разговариваю, блин. Я уже в этот парк бежала, блин, с ним. От позора, короче, бежали мы с ним. Лебед, лайкайте, пожалуйста, если мы заслужили ваши лайки, мы будем вам очень признательны. Вы нам помогаете продвигаться. И это очень... Мы вам, короче, за это очень благодарны. А нам надо, очень надо продвижение, очень надо. Так, доброе утро, Андрей, доброе утро. Я вот вас ждала, чтобы, блин, начать. Это блядский рассказ про это утро, короче. Идем из кабаном к Дашке, идем. А у меня на по дороге мясной магазин. Они открываются, падлы, с 9 утра. Я ж все, ну, не успеваю. Ночью они рано закрываются, утром поздно открываются. Короче, сегодня мы на корм работаем. Это я к этому. Ну, история продолжается. Значит, я иду, вот это ж полуполусол на длинном этом поводке. Блин, этот впереди, он. Стоит впереди пирожок, открытая боковая дверь. Да, машина пирожок, не знаю, как он там назывался, поняли. И с боковой части машины грузят в колбасную этот мой мясной магазин. Эти колбасы там чешо, не знаю, что-то в ящиках носят. А я, ну, не заметила, правда, иду, короче, это ж сволочка. Как почуяла к колбасу, дверь открыта, никого нет, он туда ломится. У меня длинный поводок, я не могу, блядь, его дернуть. Хоть он и на строгаче, но я, так как он был длинный, поняли, я не смогла, я двумя руками держу, мне не хватает этого. Я натянула, короче, а он туда лезет, ему похер этот строгач. Эти дядьки вышли, которые носят, стоят, ржут, нет, чтобы помочь мне его оттащить. А он, слушайте, ну, там такой был драйв, он так хотел в тех колбасу залезть. Ну, в общем, короче, я его еле оттащила и с позором оттуда ушла. Слава богу, не пожрал он их на него колбасу, что еще пришлось бы, короче, ящик каких-то сосисок покупать, потому что там прям вот так под носом, слушайте. Ну, в общем, я вам говорю, позорище, блин. Еще то. Фу, вот, короче, запыхала, сюда бежала, уже отвлекла нас это. Короче, и вот так вот, вот такие вот дела. Сволочь он, сволочь. Одно из двух, или я его, или он меня, честное слово. Тут третьего не дано, блин. Браво. Как по-итальянски, блин, спасибо, не помнишь? По-итальянски спасибо, кто знает, блин. Ребята, смотрите, зашел парень, Лео, да, его этот ник. Если кто сидит у нас часто на эфирах, он просил Ирны, Ира, это собака моя, которая у него, он только ее сейчас приобрел, он у кого-то ее выкупил, ну, не у кого-то, а у предыдущего хозяина. Для разведения он ее взял, она ему понравилась. Он мне вчера, точнее, не вчера, а пару дней назад просил фотографии родителей. Я ему вчера выслала, и он мне выслал видос. Я выставила у нас на странице, если будете это так любезно, зайдите, посмотрите, боже мой, это потрясающе. Парень, короче, он с ней там обнимается, целуется, он доволен. Мы вчера полночь с ним писались, потому что, короче, тоже, Андрей, это вот чем-то он мне вас напоминает. То есть, ну, зайдите, пожалуйста, гляньте, люди. Вы вас, ну, знаете, это вот не то, что там человек выставляет там конкретную работу, чтобы показать, какой он там супермастер, знаете. Вот-вот зайдите, последний мой ролик. Я с его позволения это видео попросила, ну, можно ли я выставлю он, да. Конечно, я его отметила. Я, кстати, научилась только сейчас отмечать людей в ТикТоке. В Инстаграме еще не научилась, блин. Вот, и я вышла, я вчера не могла из этих эмоций уснуть. И вот сейчас он у нас на эфире, он пишет «Браво», и я хотела на итальянском ответить ему «Спасибо» и забыла, потому что вчера в переводчике писала, и помню какое-то знакомое слово, и сейчас вылетело с головы. Так, может, он хотел домой колбасу принести. Я не знаю, что он хотел подлез, но опозорил он меня точно. Это точно. Так, еще парень пишет по-английски, я так понимаю, он корректирует Дашку, рассказывает, что она медленно работает, я так думаю. Ну, в общем, давайте вернемся. Сейчас, Дашунь, ты передохни, я тебе сейчас все покажу. Сейчас я на русский отвечу. Вари, гуд, спасибо. Я уже все посмотрел, спасибо, Андрей. Одиночка, я не знаю, что это такое. И у вас, и у него. Ага, так, давай знакомиться, господи. Не про это кино, дорогие, дорогие люди. Так, возвращаемся к английскому, Дашке показываем. Дашке показываем, Дашка читает и рассказывает. Что это, Дашуньечка? Ну, понятно, он, короче, тебе рекомендует, как правильно работать, верно? Спасибо вам. Сейчас собака может... Что говорит? Мы не слышим, говорите громче, пилят траву. Колледь Одесский, Балковская, 54. Нет, это Дюковский парк, и он идет до самого конца. Однозначно, здесь колледжа нету. Нет, ага, значит, туда-то. Куда-куда-то, да, не знаю. Балковская, 54, это... Балковская, в ту сторону, меньше номера, туда-дальше. То есть, оттуда идет 22, и пошли дальше. И я прошу прощения, у нас люди висят. Удачи вам, найдите, найдите ваши. Так, что за вкусняшки у него? Сегодня корм, сегодня просто корм. Обычно мы корм мешаем с мясом, там, или еще, или чистое мясо, чтобы поднять ему этот. Доброе утро, это Малиноа, да, это бельгийская овчарка Малиноа. Градсиее. О, о, спасибо большое. А вы надо было ему это, ему, поняли, нажать на него, и чтобы, ну, вы, типа, ему ответили. Ему было бы приятно, я так думаю, он бы понял, что это. Так, смотрел его, собачьи крутые. Да, и там одна моя, слушайте. Та, которая пошире, пониже, он ее откормил, свиняка такая. Ну, ей, если я же говорю по документам, он мне вчера выслал документы, ей 4 с копейками года, такая, как рыжий. Так, все вроде бы, боже мой. Давай знакомиться, я сказала, елки-палки, он пишет глупости, а что это надо, вот, можете сделать какую-то, как это, надо уметь блокировать, а как это делать, я не знаю. Ладно, пусть пишет. Так, кто, Нателла, кто, что, кто? Нателла, нет, не портите себе, человек написал нам комментарий, большое ему спасибо, неважно, что он написал, комментариям он поднимает нам эфир, даже своим негативом. А что ты сделаешь, если он, кроме этих слов, больше, наверное, ничего ей писать не может, поэтому оставьте, ради бога, не испорьте. О, нет, он еще знает слова. Ой, я не могу в кино. Так, сделайте меня, пожалуйста, модератором, я буду блокировать обидчиков. Да, оставьте, ради бога, мы не обидчивые, я сделаю вас модератором, только я пока не умею. Я, если честно, тиктокнулась, но еще пока не настолько, правда, я, ну, еще не умею. И сейчас надо, как это называется? Открою обидчиков. А, ну, давайте я сейчас на вас закрепить этот комментарий, перевести, выключить аккаунт, пожаловаться. Нет, это где-то надо сейчас до стройки, сейчас, может быть. О, я нашла, как его заблокировать, все, всего доброго, дорогой друг. Я нашла, как его заблокировать, а это, а чуть-чуть попозже я поковеряюсь, когда людей не будет, я же хочу, поняли, мне же надо ее озвучивать, и картинка, чтобы была красивая. Я сейчас на стройке, если зайду, то я заблужусь, и, может, что-то, вот, пожалуйста, видите, надо бежать за рыжим, а я не успеваю. И все, вы не увидели этот польный газ, понимаете, вы не увидели. Так, поп, лол, шудашку пока отвлекать не будем, потому что она на жаре. Ты еще. Мы вчера, блин, на час позже сделали эфир, но так, так хорошо, так у нас душевненько вчера получилось, люди. Так, душевненько, добавляйтесь к нам в телеграм, я все скачиваю и туда выставляю, если вам любопытно, то там можно посмотреть не только ролики, но и наши эти прямые эфиры. Спасибо, кто лайкает, спасибо, будет вам счастье, будет, будет, посмотрите. Как вчера рыжий с кабаном хотели, блин, этот. Тусню какую-то в хате устроить, им неудобно, места мало. Ага. Спасибо за лайки, спасибо большое, я понимаю, что это. Здравствуйте, что за порода? Малинойс, крокодилойс. Вот, бельгийская овчарка-малинуа, лесенька. Бельгийская овчарка-малинуа. Бабах. Так, моя мечта, мечта иметь собаку-овчарку, они такие классные, да, да, Миша, они, они обалденные. Они просто необыкновенные. Сегодня, я же говорю, еле, блин, вытащила с машины, блин, с колбасой, там в тазик морду пришел засунуть, блин, колбасы натыпзить. Короче, опозорил меня, подлец. Просто прелесть. Не говорите, Олесенька, тьфу-тьфу-тьфу на него, тьфу-тьфу-тьфу. Ребят, я же это еще не разогналась, кучу сил потратила на утрешнее вот это событие, блин. Спасибо, Алиночка, не тратьте, пожалуйста, деньги. Кино не про это, просто хочется вас порадовать. Мы еще, пока у нас нет щенков, просто хвастаемся, что вот какие у нас классные собаки, а вот у нас повязанная ссылка, а вот у нас будут щенки, а мы вам будем показывать, как мы их тренируем, как мы их продаем и какие потом получаем. Опа! Смотрите, 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 там сверхпинчер, я решил сожрать нашего, короче, рыжего, а побежал. Ну, хозяйка молодец, сказала, в общем, ко мне, он пошел к ней, в общем, прелесть. Так, а конк мяч, который брали с веревкой, шел, а то смотрел здесь без веревки. Нет, они и без веревки идут, Андрей. Они все конги идут без веревки. Редко, редко кто с веревками, очень редко. И веревку, смотрите, всегда это, обращайте внимание, чтобы руку не натирала, потому что вы же постоянно будете это, да, вы же не всегда будете в перчатках работать, верно? То есть, ну, приятная ткань должна быть, чтобы не резала, не жгло, потому что они когда тянут и сильно тянут или резко могут порезать вам руку, и потом у вас пару, знаете, там, я ж не про больную, я про то, что какое-то время не сможете мячом работать. То есть, обращайте на это всегда внимание. Комнат, это очень важно. Ну, для вас, не для него, для вас. Андрей, я вчера, это, говорю Дашке, что надо нам обязательно поэто, потренироваться. Обязательно, я хочу, прям, чтобы это, ну, подтянемся, чтобы, как это сказать, грубо говоря, синхронно, поняли? И будем пробовать действительно делать эфиры на это, на как это, ну, когда два кино в одном кино, как это называется. Зайчик, Нателла просит, зайчик, она не просит, она это, просто написала зайчик, но на ее зайчик мы сделаем зайчик. Значит, зайчик, рыжий, жайчик, на счастье всем, в среду, поняли? На удачу. Вот так вот, вот так вот. Терри сейчас как свалится, а он на ту сторону, вот так, уже поняла, перевешивает его. Хватит. Да, Андрей, вы подумайте, пожалуйста, когда вам, потому что, видите, у нас же еще у вас ночь, у нас блин день, когда вам удобно, мы будем подстраиваться под вас, да, потому что вы же еще работаете, это мы бездельницы две. Вот, и будем пробовать, ну, как-то обговаривать, чтобы, ну, всем было удобно. И с этого я вам хочу сказать, можно будет и обучающие ролики сделать, попробовать с этого же, да, вот, допустим, наши вот эти с вами тра-та-та пробовать снимать и лучшее выставлять, естественно. Понятно, что позор выставлять мы наш с вами не будем. Как все интеллигентные эти спилберги, понимаете? Да, доброе утро, Бигль. Пришел, прошел, хотел с кабаном поздороваться. Так, Инна, в каком мы городе? Мы Одесса, Украина. Украина, Украина, ребята, Агрик. Украина, Украина, Одесса. Так, вот, так что, в общем, пожалуйста, вы подумайте внимательно, я веду со временем, нам, вы же понимаете, работа собаки, это недолго, нам, ну, я даже не знаю, там, час-полтора нам надо, конечно, не все эти в полтора часа или час будет работать собака, это будут подходы, коротенькие подходы, но мы будем, ну, и теорию вам в, как это сказать, ну, в общем, умничать, умничать, понимаете? Умничать будем, чтобы вы, ну, понимали смысл происходящего. Ну, вы и так, слава Богу, молодец, вы он даже, можно сказать, больше, больше кабана, вон, назад, и вот эти ваши, ну, то есть, есть за что вас похвалить, причем, ну, учитывая, учитывая, что вы не тренер. Ну, в общем, вы мою мысль поняли, главное теперь от вас это время, когда вы можете вот это, это делать. Это делать мы можем, ну, я думаю, через день это прямо вот обязательно. Вы спортсмен, вы понимаете, о чем я. А если будет получаться у нас чаще, пусть там короче, ну, то есть не по полтора часа, а по полчаса там, ну, там только отработали собаку, или в конце концов там вам дали домашнее задание, вы сделали, сами себя отсняли, да, нам выкинули. Так, профессиональные собачницы, это тоже работа, хобби. Профессиональные собачницы. У нас питомник Малинуа, просто сейчас немножко такое не очень хорошее время, понимаете? То есть, ну, Дашка профессиональный кинолог, я, извините, ну, у меня питомник больше 10 лет, и мои собаки по всему миру, я сейчас, короче, как начну вам хвастаться, вы, блин, ничего себе, я нос задру, понимаете? Вы мне будете не просто Ина писать, а там писать, там, уважаемая Ина, понимаете? Я прошу прощения, когда, короче, вот у меня есть большой минус, очень люблю хвастаться, правда. Так, всех Петь и Паш с праздником. О, пожалуйста, спасибо, что напомнили. Действительно, всех Петь и Паш с праздником. Всё. Понятия не имею, но, наверное, человек брехать не будет. Наверное, наверное, да, что-то, наверное, да. Так что, ребята, вот, действительно, всех с праздником. Петь и, как, вторых, не помните было. Полтора часа я себе столько не успеваю уделить, так долго точно не смогу. Тут речь идёт не о, ну, я же говорю, значит, тогда мы вам будем посылать голосовые тра-та-та, поняли, чтобы вы слышали. Я имела в виду, вот, допустим, вы делаете что-то, мы вам объясняем, почему вы это делаете. Там у вас что-то не получается, мы обсуждаем, почему у вас это не получается. Очень много уходит времени на вот эти вот, извините, разговоры. Тут вот в чём дело. Ну, значит, будет меньше, ну, то есть, сколько будет получаться, Андрей, это я же говорю в идеале. Сколько будет у вас получаться, столько, значит, и будем делать всё. Это ж, ну, непринципиально, правильно? Естественно, надо подстраиваться под жизнь. Саца какой-то, да-да, да-да-да. Ребят, спасибо, кто лайкает, спасибо огромное. Делитесь эфиром, подписывайтесь на нашу страницу, смотрите наши видосы, подписывайтесь на телеграм-канал К9 Елизарова. Пишите нам в инсту. А ты такая жлобяра, смотри. Хотел на шару мяч, да? Он идёт за мячом, поэтому ты поднимаешь, и поэтому он смотрит, да, вот так. Можно два осмотрения, Ваня. Ярослав, мы будем только рады, мы будем только рады. Вы шо, у нас тренировка 500 рублей. Знаете, как нам нужны ваши 500 рублей? Вы себя просто не можете представить. Если возьмёте курс, мы вам дешевле отдадим, серозно. Ой, пролетел прям, ты что? Какого он о себе мнения, ни хрена себе, поняли? Вы в Одессе, Ярослав? Если вы в Одессе, то я сейчас буду кричать, ура. Вот так за шкирку взяла, угомонила. Видите, Андрей, что она делает? Киев, от блин, от блин. И как вы придёте к нам на тренировку, вот скажите? И онлайн хотите тренировки? Сейчас рублей, если сказать, могут неправильно понять. О, серозно, а я рублей не рассказала, да? 500 гривен, 500 гривен. Сори, сори. Это машинально, поняли? Я дама великовозрастная, народ, ничего не подумайте. Просто привычка, привычка. Так, моя самая лучшая и любимая порода в мире. Цаца в деле. Я, кстати, вас всегда узнаю только по слову цаца. Я не умею читать ники. Но где вы всегда, что бы вы ни написали, вы обязательно предлагаете слово цаца. Всегда. Очень красивое малину. А да, не говорите? Ну, наглый, блин, наглый. Он маленький ещё. Ему 8,5 месяцев, поняли? На днях у него днюха. И, короче, жлобит, падла. Ещё не совсем мы хотим, знаете? Ну, сейчас вот эта вот гормональная хрень. Я надеюсь, она у него закончится в 9 месяцев, а не в 10, потому что он крупный. У них период с 6 до 9-10 месяцев. Начинается этот, как он называется? Там борьба за мяч. Вот. Начинается так. Я в Одессу раз в неделю езжу, так что это не проблема, наверное. Ух ты, конечно, не проблема. Так, всё, угомонила? Если вы раз в неделю в Одессе, это круто. Дай. 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 Возбуждается. Ну, видите, не орёт уже хорошо. То есть надо вот... Смотрите, вчера Андрей, так как ваш вот пытался там драться с этой... Как она зовётся? Боксёрская. Это грень, что висит, не помню. Груша. Груша, да. И вот он возбуждался и прям пищал, орал. Вот это вот, ну, поняли? То есть это нехорошее состояние. Собака в защите всегда должна это всё делать тихо, спокойно, чтобы с нервной системой было спокойно. То есть вот сейчас он жлобит, он не очень её слушает, она пытается его откорректировать, но в то же время она контролирует его состояние. То есть она не разрешает ему вот это вот, ну, перевозбуждаться, чтобы вот эта истерика была. Поняли, Андрей? То есть вот это делать, ну, не очень хорошо. То есть когда такое начинается, дело не в груши, дело не в том, чтобы просто не позволять ему перевозбуждаться. Ну, то есть для вот этих, ну, истерик. То есть вот эти звуки, что он издавал тогда в груши, то это, ну, это не здорово. Это он перевозбуждается и вот таким образом выплёскивается. То есть потом, когда в дальнейшем будете пробовать защиту, это будет, ну, немножко надо будет убирать эти нервы. Так, у меня тоже такая цаца, как у вас, только мы умеем по деревьям лазить. Мы же цацы такие. Ага, это вы мне, вы мне высылали видео, я видела, да-да-да. Если я не ошибаюсь, это же вы мне, по-моему, высылали видео, где собака. Потому что я столько, слушайте, видео пересматриваю, что я могу что-то это. Я ему не даю обычно, на камеру чисто разрешил. Да, я понимаю, я просто здесь не для того, чтобы вас поругать, ну, это говорю, а для того, чтобы вы понимали, что это, ну, ну, на всякий случай ж поумничать. Андрей, мне ж надо поумничать. Шо вы, честное слово. Я ни в коем случае не это. Я чисто поумничать. Я же говорю, сейчас вот это вот противное у них, этот возраст, блин. Тем более, я же говорю, я очень надеюсь, что эта херня закончится в девять. Но, судя по поведению, наверное, еще придется месяц потерпеть. То есть мы поэтому и, ну, я же говорю, я бы уже давно бы одела бы электрику. Конечно, если бы она у меня была под рукой. Вот, так у приятеля есть электрика. Я же, ну, хочу взять и начать уже что-то его корректировать. Но я все-таки, ну, немного под это подсыкиваю, поняли? То есть мне хочется, чтобы он все-таки вырос уверенным. А откорректировать мне как-то уже будет, ну, проще, когда собака уверена в себе. А сейчас он такой немного разболтанный. То есть он нигде не обсарается. То есть все, слава богу. То есть нигде он меня не подводил. То есть он, ну, реально социальная собака. То есть нигде ничего не боится. Слава богу. Но все равно вот что-то как-то вот такую вот мягкость я в нем чувствую. Ну, мне так кажется, на мой взгляд. Я, конечно, могу ошибаться. Я обычный человек, уж понимаете. Доброе утро, Дим. Доброе, доброе, доброе. Добрая вам среда. Добрая вам среда. Как наше дело. Прекрасно, прекрасно. Дождь вчера такой прошел. Ночь спокойно прошла без всяких, короче, происшествий в плане войны нашей хреновой. Все, слава богу. Благодарю вас. Как у вас? Вы там на природе, блин, вы написали вчера. Отдыхаете. И сидите, блин, в тиктоке. Ваши приятели нам, блин, это. Вечеркнут нашу страницу. Отдыхать поехали, да. И, короче, это. Проторчали с нами в этом тиктоке. Так, не, не. Не делайте такую электрику. Я против этого. Нет, нет. Электрика – это очень отличный инструмент. Просто им нужно уметь работать. Электрика – это очень классный инструмент. Но в правильных руках, скажем так. Ну, то есть, тот, кто умеет, ей действительно пользует. Просто вот это, а вы, знаете, нахерячить собаку током – это, ну, это бессмысленно. Это только ее испортишь, скажем так. Ну, я имею в виду собаку. Ну, больно я. Я даже не про больно. Я про тренировки сейчас. Да, отдыхаю немного. Но я же недолго. Ну, долго-недолго. Но вы, по-моему, вчера с нами достаточно время провели. И поэтому хочется жить еще, чтобы вы отдохнули. Мы-то никуда не денемся. А отдых у вас редко, я так понимаю. Поэтому отдохните, пожалуйста. Это же, блин, не дело. Ехать на отдых, блин, и сидеть в тиктоке, блин, на прямых эфирах. Так, эфир идет себе и идет. Это хорошо. В общем, чтобы мы только вам не мешали жить, понимаете, с нашими малинками. Мало того, что мы вам мешаем работе, так еще и принадыхать. Спасибо, ребята. Огромное спасибо, кто лайкает. Благодарю вас от всей души. Я даже знаю, кто это делает. Поэтому от всей, от всей души вы прекрасно знаете, короче. Что я вам всем уже всегда желаю. Побежали, побежали, такой ягоджа. Дашка. Так хорошо вокруг меня постояла, поиграла вокруг меня, не гоняла меня сегодня по парку, как вчера. Вчера я думала, она нас, блин, с толстым загоняет так, чтобы мы сдохнем, короче. Да, слава богу, было тихо в Одессе. Значит, прошлая ночь ужасная. Дети Величевские говорили, было ужасно. Прошлая ночь Величевские. Что-то, да, бабахкали. Я перестала слушать и читать эти новости. Не могу больше. У меня, блин, мои нервы не выдерживают, слушайте. Поэтому, правда, ничего не знаю. Ночь прошла, и слава богу. И даже стараюсь не читать. Что, правда, уже не хватает сил на это все. Я не могу на это смотреть. Я потом хожу, в общем, ничего делать не могу. Только плачу хожу, блин, ужас какой-то. Так. Маленька наша Джаки. Ова. Видите, у нас аж дерево немножко наклонилось, короче, рыжи его. И там наверху наше любимое колесико мы ныкаем от пацанов. Вчера Дима пугала, что возьмем колесо на плечо, короче, и в Германию его искать срочно. А еще мне понравилась шутка, что, блин, мы для Америки будущее. Андрей, как? Зацените. Помните? Как-то так это... Мне кажется, тонко получилось. Ребят, чтобы вы поняли, это ж мы немножко раньше, то есть вот у нас уже среда, а в Америке еще вторник ночь, да? Ну, поняли, о чем я? И я смеюсь, я говорю, Украина для Америки будущее. Можно предсказывать американцам будущее, поняли? Вчера классно, как-то оно, в общем, самородком получилось, поняли? Это теперь, в общем, острю, острю, фастаюсь, в общем, выдуманными шутками, короче. Смеетесь, да, Андрей, да, понравилось мне тоже, слушайте. Идея хорошая. Надо запатентовать, господи, чтобы никто не встыкзал нашу шутку. Тогда лежу, жду среду еще, вот, пожалуйста. Андрей лежит и ждет среду, а у нас уже, блин, начало 10 утра среды, блин, уже, блин, жарко совсем становится. Мы уже в ней. Круто, короче, круто получается. Сири Кабанчик тоже прилег, этот тоже прилег. Короче, красота. Ну, шо, ребятки, шоу, поработаем или будем заканчивать, как ты хочешь. Мы сделаем все, еще, ну, блядь, эту девочку остановить нереально, понимаете. Я говорю, давай, я вчера вышла от доктора, я вчера была у зубного, люди, блин, больно так. Это, да, сволочь, блин, полимал мне рот, в общем, вышла, думаю, все, а жрать хочу. Ну, зуб болит, аппетит не пропадает. Стою возле обжора, магазин так называется, кто в Украине знает. Говорю, блин, хочу мороженое, звоню ей, говорю, блин, будешь мороженое? Она говорит, хочу, но не буду. Я говорю, в смысле? Она говорит, жопы жирные. Какое нахрен мороженое? Короче, не разрешила нам мороженое. Я говорю, хорошо, давай тогда не будем работать. Ну, голова болит, доктор это, я же говорю, в роте падла наделал больно, как подлец. Я надеюсь, он не любит малину, а не смотрит. Вот, меня так харило вчера, блин, она, давай, жирная старая корова, поднимайся, будем работать. И все, и вот это мы вчера поздненько, ну, начали, и так нормально, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Я сегодня так горда, что мы не нажрали вчера того мороженого. Вы всегда на тренировку впереди, там не говорите это, блин, поэтому и это. Движня, это нас, блин, как это сказать, жизнь наша, понимаете, это наша жизнь. Вы знаете, вот действительно, от этого надо фанатеть. Когда ты не фанатеешь и имеешь дело с собаками, то тебе и говно воняет. И там шерсть, ты начинаешь интересоваться, блин, когда они там линяют, не линяют. Вы знаете, как это есть классное выражение, мне нравится у богатых людей вещи с брендами, а у счастливых, знаете, в шерсти, вот, ну, как-то так. Так и мы, знаете, иду, думаю, господи, и себя бы неплохо липкой лентой пошуровать. Уже иду вся, не понимаю, это мой волос или собачий, короче. Вот, поэтому это наша жизнь, это очень, ну, оно затягивает пипец как, вот серьезно. Ну, ребята, это какой-то наркотик, я иначе не скажу. Это серьезно, какой-то наркотик. Все оборачивается. О, поняли? Все, уже не голодный. Посередине какая-то записюха оставила смс-ку ему. Ну, не ему, а вообще. Ну, естественно, поинтересовался. Как-то это уже славно жопой делает. Сейчас она сделает чисто, а потом войдет в скорость. Ну, чтобы то же самое, ну, чисто отрабатывает пока так, а потом на скорости. И это обальдеть, как выглядит. Обальдеть просто. А, Андрей, я сейчас забыла вам похвастаться еще с этим, с китайцем писал? Или я уже хвасталась? Господи, я так много теребеню, что я уже не помню, что я это. А, нет, да, вы вчера... Я так и не поняла, кстати, вы были вчера на Кире или нет, в ночном, который, ну, в нашей ночи. Вот, это... Писалась с китайцем. Тот, что нам... Дима, кстати, тогда переводил ему. Так, пару дней назад вы говорили про китайца вроде. Да, 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 так вот, мы вчера с ним списались. Перед... Да, да, вчера мы с ним писались. Или уже позавчера вечером, блядь, не помню. Короче, не важно. Вот, и он такой тоже, я давно наблюдаю. Там, в общем, нафалил, нафалил. И такой, чё, чё, типа, ну, там же ж война, чё вы не выезжаете? Типа, господи, тебе тут вот приезжай в Китай, типа тебе 200-300 тысяч долларов, и, типа, будешь как, ну, у бога за пазухой. Ну, вы поняли, да? Я посмеялась, думаю, уже какая прелесть. Какая красота. Было бы, блядь, у меня 200-300 тысяч долларов, понимаете? Кино и немцы. Ну, в общем, человек от души, вы ж понимаете, а я ж... Ну, каждый же ж на себя меряет, верно? Ну, похвалил, короче. Оказывается, он подписан на нашу страницу. У него там ни хрена себе страничка. По чесноку у него там, я не помню, по-моему, 600... 600 там чем-то тысяч подписчиков, короче. У него там такие работы они выкладывают. С ума сойти там китайцы. Они рулят так по-серьезному, знаете, прям. Ну, они спортсмены. Я имею в виду, ну, собачий спорт. Я как насмотрелась их в него видео, то мне прям аж... Думаю, господи, мы это... На их фоне мы вообще никто. Вообще никто, даже далеко никто. И он еще смотрит нашу страницу. Вы не скажете, с чего вы это? Маньяк какой-то. Вот. Ну, короче, было очень приятно. Было очень приятно. Все, солнышко, я надеюсь, ты наработалась уже. Все, отстань уже от этих малинок. Ребятки, я буду прощаться. Я благодарю всех, что потратили время на наш эфир. Всем классной среды. Видите, забыла, блин, как ее зовут. Да, Дашка вам машет. Если будет, да, будет у вас это... Желание, зайдите, пожалуйста, на страницу и посмотрите наши ролики, пожалуйста. Откомментируйте. Все, хорошего дня всем. И классного, да, настроения. Пока-пока. Переходите вечером, да, если будет у вас время. Пока-пока, да. Все, Дима, Андрей, пока-пока, ребят. Спасибо огромное. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok